Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алиник. «И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Вот какие вопросы получил я по этому отрывку Священного Писания. Почему Иосиф не отказался от золотой цепи, полученной от фараона? Было ли это каким-то знаком власти? Как во всех этих вопросах не уйти в крайность, а также не согрешить, оправдывая ношение украшений? Вопрос довольно интересный, вопрос важный. Попытаемся рассмотреть именно вот тот материал, который касается прочитанного отрывка, касается Иосифа. Первое, что указано в тексте, это перстень. Бытие 41 глава, 42 стих говорит, «И взял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа». Слово «перстень» является переводом древнееврейского термина «табаат». Вот где это слово еще в Библии встречается. Книга Иосифирь, 3 глава, стихи 10 и 11. Иосифирь, глава 3 стихи 10 и 11. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, Бугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, «Отдаю тебе это серебро, и народ, поступи с ним, как тебе угодно». Мы находим, что когда используется это же самое слово, то оно появляется в контексте скрепления указа, чтобы скрепить указ. Вот для этого нужен перстень. В этой же самой книге, когда Господь явил защиту своему народу, в 8 главе книги Иосифирь, в стихах 2, 8 и 10, снова появляется царский перстень. 8 глава, стихи 2, 8 и 10. «И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Иосифирь же поставила Мардахея смотрителем над домом Амана». Далее стих 8. «Напишите и вы, о иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И стих 10. «И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских». То есть мы находим, что вот это древнееврейское слово «табаат», оно описывает перстень, представлявший собою печать для скрепления и удостоверения документов, для придания им соответствующей юридической силы. Тот же самый контекст и в истории Иосифа. Книга Бытие, 41 глава, стихи 39 по 41. Бытие, 41 глава, стихи 39 по 41. «И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Этот перстень таким образом представлял собой печать, которую носили на одном из пальцев. И фараон здесь передает свою власть для того, чтобы Иосиф мог издавать соответствующие распоряжения и скреплять их царской печатью. Это первый элемент украшения Иосифа, который отражен в изучаемом отрывке. Теперь давайте посмотрим на еще один фрагмент. В книге «Бытие» в 41 главе написано в 42 стихе «Одел его весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему». Второй элемент украшений – это золотая цепь. Открывая подлинник, мы обнаруживаем, что это древнееврейское слово «равида». И в Библии оно используется в книге Езекииля Пророка в 16 главе. Прочитаем там стихи с 8 по 11. Книга Пророка Езекииля, 16 глава, стихи с 8 по 11. «И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я восклили риз моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водой, смыл с тебя кровь твою, помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и поясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье». Вот это вот слово «ожерелье» является тем же самым термином, что используется в описании Иосифа. Вот здесь перед нами, в 16 главе книги пророка Иезекииля, образное описание заключения завета Бога с Израилем, которое представлено языком свадьбы. Израиль здесь представлен в образе невесты, которая готовится и наряжается к свадьбе. И Всевышний дает ей брачное одеяние и украшения, в том числе запястья и вот это ожерелье или же цепь. Одно и то же самое слово в оригинале «равид». Этот вот образ, он открывает обретение этой девушкой нового статуса. «Она становится женой». Когда мы смотрим на историю Иосифа, там также поднимается вопрос статусности. То есть Иосиф, он теперь становится вторым лицом в государстве. И вот таким образом он получает соответствующие знаки, отличия. Иосиф обретает новый статус. И фараон дает ему золотую цепь. Если попытаться представить, как эта цепь могла выглядеть, хотя мы не знаем точно, но тем не менее, вот посмотрите, пожалуйста, на снимок, который представляет собой вот одно из украшений, найденных в гробнице фараона Тутанхамона. В этих описаниях и в дошедших до нас барельефах и находках часто встречаются вот подобные украшения, которые надевались на шею. Именно украшения из золота. Они были знаками, они были регалиями власти. И вот Иосиф получает нечто подобное. Эта золотая цепь – это указание на его статус, как правителя Египта, который уступает по своей значимости только лишь фараону. Итак, отвечая на вопрос о том, было ли вот это украшение, перстень и золотая цепь, каким-то знаком власти, библейский ответ – да. Речь идет о том, что перстень был печатью, золотая цепь была в том обществе знаком власти, и, соответственно, у Иосифа не было никаких причин от этих украшений отказываться, поскольку они имели функциональную цель и были необходимы для того, чтобы он был в состоянии осуществить свою миссию спасения народа. Если задавать вопрос о том, какое значение все это может иметь для нас, то в видео, которое было посвящено украшениям для Ревеки, мы обнаружили одну очень важную деталь. Украшения, которые раб Авраама подарил ей, они были украшениями, размещавшимися на тело. И в оригинале используются соответствующие предлоги. Украшения, от которых, как Библия повествует дальше, отказались на мочадцы Иакова, это были украшения, которые носились в теле. Там используется другой предлог. Речь идет о пирсинге, о проколах, о модификации тела, о модификации образа Божия, по которому создан человек. Вот на данном этапе у нас есть, по крайней мере, вот такой критерий, которым можно пользоваться для определения природы украшений. Второй момент, который мы отметили, исследуя украшения домочадцев Иакова, чему также посвящено отдельное видео, это вопрос истоков. Они, напомню, отказались от Серег, поскольку они отказывались от идолопоклонства, от язычества. И потому нужно выяснить, что это за вещица, что это за украшение, какова изначальная нагрузка духовная в отношении этого предмета. Это тоже поможет определиться с поднятым вопросом. Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-russiancenters.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова